Здравствуйте! Спасибо. Ну? Спасибо. Как обещал Алексей Игоревич сегодня готов? Ну я пустой вообще. Не ждите трещинка. Примета сработала? Очень сухо. А вы знаете, какая примета? Мы знаем, да. Ну вы все надумали же, там конкретики-то никакой не было. Знаете, в чем заключается примета? В том, что на прошлом финале шести с геймеров у меня был костюм цивильный. И были красного цвета трусы, где порвались штаны, к сожалению. И теперь вот перед каждым матчем я хожу в специальную комнату и проверяю, то есть насколько я могу глубоко садиться и насколько широко шагать. То есть лучше то, чем во время. Так что все очень просто. А вы там себе надумали, я уже не знаю. Мы ничего не надумали. Это я рассказал. Алексей Игоревич, давайте по игре. Во-первых, что сегодня стало главным ключом вашей победы? Ну помимо слаженности и командности. Мы с ребятами обсуждали буквально на протяжении последних двух недель, что в Львов все играют примерно одинаково. А вы говорите, слаженности командности. А я только это и хотел бы отметить. То есть это реально игроки, это реально семья. Мы к этому долго шли, мы долго старались построить именно то, что, по крайней мере, я лично сегодня увидел. В решающем матче, важном матче это взаимопомощь, взаимоподдержка друг друга. То есть это видели, разбивались люди в щиты, те, кто даже это не всегда делал. Потому что партнеру это нужно было. То есть мы даже до игры, если честно, в раздевалке, я сказал, что не важно, как сложится игра. Но в любом случае мы с вами уже добились маленькой победы. Потому что атмосфера, которая царит у нас в команде, я думаю, что и всем это невооруженным взглядом видно. То есть это дорогого стоит. И для меня лично это даже важнее любых каких-то титулов или всего. Как я и говорю, что титулы они потом автоматически прилепляются. То есть когда есть вот такая картинка, как у нас на данный момент существует. Ну, для вас человек в любом случае, когда сходу выиграть титул, это наверняка. Это очень классно, здорово. И даже если вы сейчас отойдете от команды, ваше личное самочувствие сейчас, наверное, на высоте. Ну, личное самочувствие. Слышите? Вот это для меня важно. Да, личное. Нет, на самом деле не в этом деле. Сейчас они герои, на самом деле. Ну, для меня, по крайней мере. То есть внутреннее удовлетворение проделанной работой, да. Я уже говорил, что столько и сил, энергии седых волос там на бороде, вообще без волос на голове, да. Это как раз вот эти часы работы, эти часы нервов. И вот, когда закончился матч, я честно, я даже сам не ожидал, что настолько это будет вот... Оп, вы уже на руках. Ну, на руках, ладно. Подкидывались сегодня чуть высоко. Даже страшно. Как они высокие. Они сильные. Они сильные, да. Они сильные, а высокие. Да, да, да. Ну, летел вниз и понимал, что должны поймать. Не, они уберут. Ну, не должны, я верил в это. Ну, пустота внутри, если честно. И, конечно, идти в Новый год с таким настроением, ну, я думаю, что все рады, сделали приятное. И казанским болельщикам, которых видели, да, приехало довольно-таки много. Ну, и вообще... Ну, не хочу сейчас говорить, да уж кому там мы что испортили, да. Я думаю, что праздник полейбола состоялся в любом случае на этом финале четырех. Ну, то, что получилось в три партии, наверное, да, зрителям всегда хочется какого-то боли. Такого удлинения матча. Но есть как есть. Я счастлив. А? Есть над чем работать? Да, кому-то. Нет, нет. Я считаю, что мы сделали все так, как должны были сделать, да. Не на минуту не расслабились. Даже когда команда 2-0 выигрывает, всегда вот эту третью партию надо добить. Я это чувствовал, что мы начали немножко спешить, потому что всегда хочется закончить вот-вот. Но Динамо это волки. Те команды с характером. И это также их очень сильная сторона, хорошая атмосфера. Бойцы на той стороне. Очень жалко, что и Люка, я так понимаю, судя по его мимике была серьезная травма, да. И, ну, надеюсь, желаю ему скорейшего восстановления, потому что это также важный игрок для Динамо. Ну, вот. Ну, они волки, а у вас волковы забыли. У вас цена, да. У нас сплошные эти, да. Мы не подбирали, исходя из этой логики, если честно. Да, так совпало. Кстати, ребята сказали, что вы, в принципе, мотивировали их к фильмам про победу сборной Италии. Манчини. Считаете, это, как бы, такая вот атмосфера ролевая модель? В принципе, что вы им покажете в следующий раз? Ну, я считаю, что это очень важно. Я как раз его посмотрел за два дня до отъезда на финал четырех. И понял, что мы можем потратить даже чуть больше времени, сидя всем вместе. Да, где-то забрать даже время на просмотр соперника. А именно, то, что я сказал, для меня важна атмосфера внутри. Но этот фильм, я считаю, советую всем посмотреть, вообще спортсменам, всем людям, имеющим отношение к спорту. Прекрасное документальное кино о том, какая должна быть атмосфера и как нужно побеждать. Вот, я думаю, что ребята тоже в какой-то степени этим прониклись. Потому что я слышал и нашли уже эти песни, саундтреки, которые были в этом фильме. Ну, подпевать сложновато было, потому что там на итальянском все есть только у нас некоторые. Но не это, конечно, главное. Главное, что получилось создать команду. То есть волейбол – это такой вид спорта, где у нас слишком мало времени на то, чтобы думать. У нас слишком короткие касания с мячом и слишком важно, насколько ты чувствуешь, как говорится, своего партнера и насколько ты доверяешь ему. Вот у нас сегодня, я говорю, вообще вот к этому претензий нет. К игре всегда хочется лучше, хочется хуже. Это не хочется хуже, конечно, хочется лучше, заговариваясь. Но смысл не в этом, смысл в том, что это та команда, я год за ребят. Начиная от самых юных членов нашей шайки, так называемой, заканчивая самыми опытными, которые, как он мне сказал, понимаем, про кого говорим, хрен вы меня, спишите, да. И на самом деле, я думаю, сегодня… Саша? Ну, конечно, да, да. То есть сегодня доказал всем и вся, что не возраст, как говорится, имеет ключевое значение, а вот именно командность, характер. Он был сегодня настоящим капитаном и вчера, и сегодня. И все, конечно, тянулись за ним в том числе. Вы, наверное, самая кубковая команда страны. Если меня поправите, может быть, десятая, по-моему, юбилейная победа, как-то отмечать будете? Может, уже кубок на форме нарисовать? Знаете, Казань так соскучилась по титулам, я вам честно скажу, что сейчас вот эти вот эмоции, они как будто в первый раз. То есть для нас это было очень важно, для всех, даже тех, кто уже там семикратный, восьмикратный, неважно. То есть это победа, это новая победа обновленного «Зенита», обновленные эмблемы. Все обновлено. У нас этот сезон вообще под эгидой обновления. И очень приятно, что вот так неплохо мы обнулились, хотел сказать, обновились. «Зенит – перезагрузка». Ну, может, и обнулились, да, это нынче популярность. Алексей, а сколько у вас кубков в России? Вы сейчас специально, да, этот вопрос забыли? Я не знаю. Это честный ответ. Ну, хорошо, я посчитаю. Да, если не сложно. Алексей, к словам он звонил, мы снова дружимся. Какой-то мне поздравляют. Ну, если честно, я еще даже телефон, вот мне только его вернули. А вы снимали фейк? Да, мы с ним встречались один раз, ужинали. Ну, я как бы являюсь поклонником, скажем так, его пути, да, и считаю, что это вот такой современный, скажем так, путь. И не то, что хочется повторять, но мы с ним, в моем ощущении, очень такие близкие по духу люди. Ну, так что с удовольствием еще раз встретимся, ну, конечно, если у меня будет желание. Алексей, к словам он звонит. Как еще один? А может, если не видео, тогда мы вас чуть-чуть подвинем, потому что там тоже ждут люди. Давайте, да. Да, 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 хорошо. Да, 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 давайте подвинем. Спасибо. 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 Спасибо.